Уважаемый Арсений Петрович, уважаемые присутствующие, сегодня с утра первый день, когда новый закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства вступил в силу. Этот закон разработан и подан Верховный Совет Кабинетом Министром еще в апреле месяце, и нам удалось его буквально несколько дней назад провести через парламент. Президент подписал закон, закон опубликован, и теперь, чтобы ни для кого не было неожиданностью, если кто-то участвует в процессе подкупа с обоих сторон, или продает голос, или покупает, его ждет криминальная ответственность. От нескольких тысяч штрафа до 8 лет тюрьмы. Скажу больше. Министерство внутренних дел, интенсивно фиксируя случаи подкупа избирателей и нарушений избирательного законодательства в последние дни, возбудив сотни уголовных дел, отмечает, что интенсивность нарушений по мере приближения к факту голосования возрастает. Я прошу всех тех граждан страны, кто решил, что это время подзаработать на грязных технологиях, знать меру ответственности, чтобы не получилось, что за несколько сотен гривен люди окажутся за решеткой. А наказание будет неотвратимым, в том числе и потому, что позиция Министерства внутренних дел такова, что наказание за подкуп избирателей есть наилучшая профилактика этого подкупа в будущем. Сегодня с утра в Киеве, в городе Киеве, задержано несколько человек, которые распространяли грязную агитацию против ряда кандидатов и партий. Без соответствующего оформления, без соответствующих оплат и так дальше. Я думаю, что эти люди получили за свою грязную работу копейки. Отвечать будут в полной мере. На сегодняшний день возбуждено 227 уголовных производств по ряду статей. В режиме онлайн мы ведем мониторинг и эту информацию открываем для любого человека, который хочет посмотреть. Работает интерактивная карта соответствующих нарушений во время выборного процесса. Эта карта доступна онлайн на сайте Министерства внутренних дел. По этой карте любой заявитель или любой интересующийся может отследить судьбу и ход того или иного проваджения. На сегодняшний день больше всего фактов нарушений у нас зафиксировано в Одесской области, в городе Киеве, Киевской области, Черниговской области, Харьковской области. Участником этих нарушений, к сожалению, великим являются все политические партии, участники политического процесса. Вот здесь у меня есть диаграмма, которая ясно показывает долю нарушений, которая разложилась на весь политический спектр. Наибольшую часть нарушений представлена со стороны так называемых самовыдвиженцев, большинство из которых есть представители прошлой власти, которые пытаются теперь, избавившись от брендов, идти на выборы со старыми методами. Но здесь вы найдете и тех, кто называют правовладные партии, партии демократического блока. Здесь среди нарушителей и Батькивщина, и блок Петра Порошенко, и Народный фронт, и партия Лешка, и ряд других партий. Все эти нарушения фиксируются, причем фиксируются, надеюсь, в значительной степени беспристрастно. В том числе я благодарен общественным организациям, которые здесь активно участвуют и вошли в состав штабов оперативных на местах, которые созданы Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины, и функционируют на территории каждой области. Всего охрану общественного порядка и выборного процесса будет осуществлять на выборах 82 тысячи человек, милиционеров. Из них 61 тысяча будет заниматься непосредственно охраной избирательной документации, охраной избирательного процесса. 18 тысяч человек будут усиленно выведены на улицы для охраны общественного порядка на улицах. И 4 тысячи человек будут являться группами специального реагирования на тех территориях, на тех участках, где мы понимаем, что есть опасность каких-то террористических действий или агрессивных действий тех или иных кандидатов. Отдельно обращаю внимание на территорию Луганской и Донецкой областях. На этих территориях у ряда политических партий есть иллюзии, что они путем силового давления или манипуляциями, воспользовавшись сложной ситуацией в этих областях, смогут добиться результата. Я решительно заявляю, что Министерство внутренних дел полностью обеспечено всеми резервами, совместно с Национальной Гвардией и находясь там частями вооруженных сил Украины, с тем, чтобы пресечь любую провокацию. Все органы ЦВК, которые будут действовать на территории этих двух областей, будут взяты под соответствующую охрану. Если кто-то хочет и думает, что может получить депутатский мандат ценой жестких, активных, криминальных действий, получит результат, что цена этого будет не мандат, а будет несколько тюремных сроков. И здесь мы настроены очень решительно. Арсений Петрович, я бы просил Вас с тем, чтобы мы зафиксировали и дали возможность дать открытый доступ к оперативной информации МВД. И все непосредственно в системе МВД на территории Министерства мы планировали бы, если будет разрешение Кобеда Министров, открыть всю оперативную информацию по ходу голосования и ходу нарушения не только через интерактивную карту, а через фронт-офис, который мы планируем открыть в 6 утра в день голосования. Это будет на территории Министерства Богомольца 8, будет открытый фронт-офис, будут офицеры, которые будут принимать любую информацию, а также это будет открытый доступ ко всем нашим внутренним системам, касающимся избирательного процесса. На мой взгляд, это никак не нарушит секретность и процесс внесения службы, но это даст значительную степень доверия и контроля со стороны общества. Спасибо.